Всем привет! В эфире снова Спортивная среда. И я, Любовь Почерникова. Ивановский женский баскетбольный клуб «Динамо Энергия» стартовал в новом сезоне Суперлиги 2. Первый тур чемпионата России баскетболистки провели в Самаре 2 и 3 ноября. В первом туре наши девушки в упорной борьбе уступили одному из фаворитов Суперлиги 2 в Самаре с незначительным отрывом. Встреча закончилась со счетом 65-72. Второй матч в Самаре завершился также в пользу хозяев площадки со счетом 65-52. Свой следующий тур «Энергия» проведет 6-7 ноября в Оренбурге с клубом «Надежда 2». В воле календаря у нас первый выезд сразу играть с командами-фаворитами Самара и Оренбург. Самара в прошлом году играла в Суперлиге 1, спустилась к нам в лигу и это явный фаворит сезона. А на Оренбург это также команда, которая была в четверке. В общем, поэтому мы ожидали, что будет непросто нашим девочкам. К сожалению, победу в первых матчах добиться не удалось, но игры вселили оптимизм, потому что в первой игре наша команда долго лидировала и только в самом конце соперницы смогли вырвать победу. Всего лишь 7 очков разницы. Это говорит о том, что игра была абсолютно равная. Первый серьезный старт в сезоне. У ивановских тэквондистов сразу три золотых медали Всероссийского турнира. Кубок Белогория оказались у наших ребят. Турнир поразил своим масштабом. В нем приняли участие более тысячи спортсменов из 28 регионов страны, а также национальная команда Украины и Белоруссии. Наш регион представляли 6 ребят, 5 из них вернулись с медалями. Впереди у наших спортсменов не менее престижные старты. В следующие выходные наша команда едет в Белоруссию, город Витебск, на открытые первенства Витебской области. Решили попробовать себя немножко сесть за границу. А через три недели уже Всероссийский турнир. Это произойдет в Липецке, в Жемчужине Черноземья. А ровно через месяц у нас Иваново будет принимать открытые первенства области, на котором планируется где-то около 600 спортсменов из 12 регионов страны. В Москве завершился Всероссийский фестиваль детского дворового футбола. Участниками финала стали команды юношей и девушек из 69 регионов России. Ивановскую область на соревнованиях представляли победители регионального этапа – женский футбольный клуб Иваново и команда «Южный» из родников. Всего же в соревнованиях на муниципальных этапах приняли участие 88 команд из 19 городов и районов Ивановской области. Финал регионального этапа Всероссийского турнира проходил на стадионе «Локомотив» в июле. Показав хороший результат дома, футболистки женского клуба «Иваново» отправились в Москву, где уверенно преодолели групповую стадию турнира. Мы заняли первое место в группе, потом вышли на Тверскую область, обыграли их и вошли в восьмерку лучших команд. Потом у нас была игра с Кемерово, мы попали в четыре лучших команды. И Нижегородская, это полуфинал, и Самарская область в финал уже. То есть, ну, как бы все игры у нас, все победы, только первую игру мы с Санкт-Петербургом в группе сыграли в ничью. Ну, и, соответственно, в Самарской области проиграли, там пенальти, ну, мяч в руку попал. Ну, боролись, как могли, как бы, опять же, вратарь с вывихом, то есть, ей наложили гипс, она сняла гипс перед финалом. Мы заморозили, как могли, у игрока центрального, ну, защитника у нас тоже, растяжение, тоже заморозка, все, ну, все, болевые ощущения были. И на финале еще девочка у нас сломала ключица. Как итог, второе место и серебряные медали. Юноши из Родниковской команды «Южный» завоевали шестое место. Ивановский текстильщик провел 21-й тур первенства «Олимп ФНЛ» в гостях у подмосковного клуба «Химки». Игра выдалась непростой для обеих команд. Первый мяч оказался в воротах текстильщика на 23-й минуте встречи с подачей нашего игрока Александра Радченко. Поведя в счете, хозяева поля усилили давление и во втором тайме удвоили преимущество, но вскоре остались в меньшинстве. Обладая численным преимуществом, ивановцы сумели забить. Но кардинальная ситуация не изменилась. Итог встречи 2-1 в пользу хозяев поля. Мы, наконец-то, впервые сыграли в большинстве. Вот, поэтому, наверное, второй тайм у нас получился получше в атакующих действиях, хотя могли пропустить в контратаке, могли и забить, могли еще пропустить. Ну, ребята старались. Много, конечно, получалось сегодня. Но, опять же, повторюсь, второй тайм, конечно, нам, наверное, удаление все-таки, естественно, дало определенное преимущество. Поэтому большую часть времени провели в атаке, но где-то не распорядились, наверное, моментами. Свой следующий матч в рамках турнира «Олимп ФНЛ» текстильщик проведет дома. 9 ноября «Красно-Черный» встретится на своем поле с командой «Краснодар-2». Начало матча в 13.00. Приходите поддержать команду. На этом у нас все. Любите спорт себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»